Так, добрый день! Сегодня запишу видео на русском. Опять на связи Латвия. Слушайте, ну вот как... Как там этот... Кто из Белоруссии, тот лучше знает. Как? Батька. Батька или батя? Батя, наверное, да. Как батяк сказал. Я вам покажу четыре стороны, откуда вы хотели нам нашу бульбу украсть. Да, как там было. Вот я вам беру карту и покажу. Потому что бульба... Вы что, какой украсть у белоруса бульбу? Нельзя! Поэтому он был готов показать все четыре места, откуда хотели воровать бульбу. Да? Было же такое... Мем про Лукашенко, да? Гулял, до сих пор он гуляет. Что он покажет все четыре точки. Откуда хотели бульбу воровать. Ребята, а я вам скажу... Сейчас про себя. Я вам расскажу сейчас четыре... Свои точки. Значит, быстренько хотел сказать. Ролик я, наверное, могу назвать... Скажем так... Какой я был скотином. Скот. Скотина. Да? Животное. Вот. Хотел немножко записать. Это длинная история. Потому что животное я был... Я был животное большое и долго. Да? Но все начало с... Такой маленький нюанс. Такой, скажем, в детстве. В детстве. Смотрите. Ну как? Библия говорит, что мы все рождаемся грешниками. Да? Мы все грешники. Уже рождаемся. Да? Вот. И, значит, Адам, Ева, виноваты в греху. И мы это перенимаем, как это, да? То есть, рожденный грех. Все. Мы рождены уже в греху перед Богом, да? Вот. Мы грешники. Значит. Но потом у грешника начинается дальше всякая вот эта история в жизни, да? Вот у меня была такая. Я был маленький мальчик. Мы там с какими-то пацанами, там, не помню, дошкольного возраста. Мы там смотрели, сделали какую-то там палаточку, да, помню. И, значит, в палаточке, в палаточке, значит, нам этот один парень принес порнофотки. Вот. Значит, были буквально начало 70-х годов тогда. Буквально первые годы, потому что я в 69-м родился и дошкольный возраст, значит. Вот. И у него были фоточки порнографии. Парень притащил, мы там троём сидели, смотрели. И тогда вот это было моё первое такое знакомство с порнографией. Я там маленький мальчик, ничего не понял. Как, что, чего. Но, конечно, после просмотра этих порнографических, да, что-то в меня, конечно, ну, поменялось, изменилось, изменялось. Произошло. Не знаю, да. Ну, по-любому я вот такие вещи первый раз увидел. И, может быть, всё до конца не понял, да. Там, конечно, мужчина с женщиной, там, занимались любовью, да, там. Но всё-таки мне, маленькому мальчику, как-то это всё вот так, да. Ну, что, значит, потом, что я могу ещё сказать. Потом дальше, как я... Если вот так взять, вот с этим сексуальным грехом, в котором я был всю жизнь, да, Следующий шаг, что я помню, было то, что... То, что, то, что, то, что... Мама моя работала в одном магазине, а отец работал шофёром на автобусе. Вот, и у него иногда был рейс из Латвии, там, Витебск, Апоцк, если есть такие города, по-моему, Витебск, Апоцк, Псков, да. Вот с Риги до туда он доезжал, это советские времена, там, но такие маршруты были. Ну, и, конечно, и по Латвии, там, такие, что он уезжал на сутку, на две, да, Потому что самый дальний город, там, остаётся на ночь, в гостинице, как у шофёров там было, да, ну, и всё. Мама работала в магазине. И, значит, я один раз пошёл к матери туда в магазин, её не было в магазине, не помню всю историю, только факт такой, что я, в общем, рядом с магазином были какие-то там гаражи, машины, 3-4 бокса. Вот. И, значит, как-то, не знаю как, но я понял, что матери там нету в магазине после работы, или как, или что. Ну, в общем, не знаю. И я как-то дошёл до этих гаражей, они были там буквально 50 метров, ближе даже. И, короче, ну, я там почикал, почикал, не знаю, как так правильно сказать, да, маму с другим мужчиной. Правда, ну, они в боксе были, там, всё одеты, этот, как его, ну, не голые, да, но в любом случае, там, что я могу вынести только на публичное, только то, что, ну, конечно, они там, ну, как минимум, там, целовались, и там, не знаю, что-то, чего-то там, в общем, собирались, наверное, делать. И так как я туда зашёл и пришёл, и слышал, что там гаражная дверь там какая-то шатается, болтается, какая-то движуха, да, я понял, что там кто-то внутри, и я зашёл туда-сюда. Ну, в общем, ладно, после этого я, конечно, пришёл домой и там это отцу рассказал, уже там другая история, там, конечно, это потом, наверное, повлияло на всю мою дальнейшую жизнь в отношениях с матерью, я так, я так думаю, чувствую, понимаю, потому что я отцу сказал, конечно, отец был такой, ну, можно сказать, жестокий мужчина, да, он меня избивал маленького, ну, и он там маму после этого там тоже разговор был с кулаками, вот. Ну, и я вот это всё ещё видел, значит, в том боксе, что происходит, потом дома, как что это всё решается, да, и это всё повлияло на мою психику, да, поэтому я тоже в жизни позволял дальше уже своим жёнам ударить, да, позволял ударить, как-то вот это всё я увидел, и вы не говорите, что, что, нет, что, тут один раз там папа там то всё, и тебе это что, нет, 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 ребята, и хватило одного раза, значит, посмотреть, что отец бьёт жену свою, то есть мою маму-женщину, да, и не решает это какие-то вопросы другим путём, ну, вот таким путём сила и бьёт, да, то есть это повлияло, я сто процентов думаю, что да, потому что, почему я руку поднял тоже на и одну жену, и на вторую жену, вот, как-то так, вот, потом дальше что, вот такие вещи повлияли на меня, да, дальше, ну, что я могу сказать, потом я до армии, там, вообще с девушками, там, никакого ни секса, ничего не было, а пришёл с армии, да, что я сделал, я сделал так, что, короче, когда меня с Афгана вивели, да, я попал в Ереван, Абовьян, с Абовьяна мне дали недельный отпуск в Ригу, и я приехал в Ригу, вот, приехал, и, значит, ну, неделю или 10 дней был дома на хуторе, ну, и там у одного знакомого была девушка, типа, мне она понравилась по красоте, типа, да, не так, как сейчас я бы на красоту женщины уже не смотрел так сильно, как на то, какая женщина по характеру, по, насколько она женственная, насколько она, скажем, знаю, там, боится Бога и любит Бога, да, и то есть сейчас уже совсем другие критерии после прожитой жизни, вот, и если я смотрю на все свои ошибки, то я бы сейчас уже на красоту в первую очередь не посмотрел, потому что у меня есть на локтичком видео, да, что красивые женщины для семейной жизни не годятся вообще, вообще, те, которые красавицы, они по жизни не для, не для этих, не для этих, не для, они не для, не для жизни, да, вот, красивые женщины, и вот такое мое мнение, да, вот, и, значит, и, значит, 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 вот, поэтому, а я этому парню, вот эту красавицу, когда был в отпуске за эти 5-6 дней, успел отбить, скажем так, взял ее, этот, взял ее адрес и начал, когда вернулся в Абовьян, начал с ней переписываться, и мне осталось на армии, там, буквально, по-моему, полгода, и я, значит, этот, как его, этот полгода с ней переписывался, и когда я вернулся, то она уже ко мне пришла жить на хуторе, где мы с родителями жили, да, и, значит, без, без, без никакой свадьбы, ну, как полные грешники, да, взяли, как две скотины, да, сошли вместе и давай трафаться, да, ну, извиняюсь за жаргон, не знаю, как вам сказать, интим, ну, хоть мог сказать интим, но я в своей жизни действительно был, как буйвол, как бык, да, я считаю, что справедливо, и говорить, что я трахался, потому что, как, как, ну, жена одна из, из, вот мне сказала, что ты по жизни вот только это и хочешь, это и только делаешь, это только, это только тебя интересует, это только тебе надо, и больше ничего в жизни тебе другого не надо, да, да, и это правда было, я как только начал какие-то интим отношения, так я был, как, как бешеный конь, как, как этот, и, 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 короче, ну, ну, животное, как я сказал, очень животное, и все мои желания только были, вот, покушать, потрахаться, и, и, не знаю, тогда я и курил, и пил, значит, выпить или напиться, напиться, я никогда не выпивал просто так, я всегда напивался, и курить, и, и, и вот это все делать, ну, по полной программе, на полную катушку, да, вот такой я был, скотина, до этого момента, я, давайте, так как эти, всякие мои похождения, вот, грешника были очень длинные и многие, то я сейчас, давайте на этом остановимся, да, и, значит, я потом расскажу дальше, потому что, ну, как, почему я это все рассказываю, выкладываю, потому что, когда мы дойдем до конца, я же про Иисуса, про Бога, где-то есть момент, где я вот это все подведу к Иисусу, как я это все покаялся, перестал туда-сюда, но это длинная история, ну, давайте начнем с этой, так что выкладываю ролик вам этот.